Привет! И сегодня я хочу вам рассказать про один очень странный заказ одного какого-то типа известного белорусского бренда, с которым я почти поработал. На фоне я сегодня порисую портрет гуашью на холсте. Да, это очень странно. Я рисую гуашью на холсте, но могу себе позволить. Если кто не знает, то я рисую. Да, это очень шок новости, шок сенсации. И я не очень хорошо особо рисую, но это не важно. И вот как-то недавно, прошлым летом, летом, которое было в 2020 году, мне написали из одной компании, типа что вот вечер в хату, добрый день, нам нужно сделать какие-то небольшие анимационные штуки. Потому что, если вы еще не знали, то у меня раньше был канал с анимациями, где я рисовал и делал всякие разные истории жизни. И вообще это сложно назвать анимациями, потому что там просто какие-то рандомные картинки, которые немного как-то менялись там каждые пару секунд. И я на фоне рассказывал всякие истории своей жизни. Возможно, вы даже видели эти видосы, потому что на некоторых было много просмотров. Но, в принципе, видосы были там не очень, так сказать. И вообще, как на нас вышли эти люди? Мы там с какими-то ребятками из другого города. У нас был типа TikTok House, это полнейший кринж, да, я это знаю. Вот, и там написали, типа, что хотят, чтобы мы в своем аккаунте прорекламировали один вот бренд. И мы такие, да, окей. И я рассказал, что я умею, и они такие, о, нам как раз еще нужны анимации, и потому что мы хотим запустить еще какую-то рекламу там в TikTok, просто рекламу, и какую-нибудь рекламу на YouTube, то есть нам нужны разные анимационные видосы. Я такой, о, класс, беру. И они там перевели мне деньги, мы сначала сняли видосы пару в TikTok, в наш аккаунт, это было очень стрёмно. И они такие, да, класс, супер, но до свидания. Потом я такой, типа, пишу, а что по анимациям? Они такие, да, анимации нам нужны, но видосы в TikTok нам больше не нужны. Я такой, окей, деньги пойдут мне в курман. И я у них спросил, что им конкретно нужно. Конкретно, сложное слово. Короче, что им именно нужно? Они сказали, что вот, у вас видосы на канале, там какие-то истории жизни, и нам нужно то же самое, только с нашим персонажем, который будет рассказывать про здоровое питание. Я говорю, окей, то есть вы посмотрели мои видосы, вам все устраивает, я буду делать то же самое, только с вашим персонажем. Они сказали, что да, все супер классно, и нам больше ничего более сложного не нужно. Ну, потому что я сказал, что я не умею делать прям супер какие-то анимации, там супер прям рекламные видосы, я умею делать просто вот такие вот свободные, такие вот простенькие видосы, как я это делал раньше, И их это все устраивало Ну, они мне так писали Потом я им пишу, типа, пишите вашего персонажа, что вам вообще надо Более конкретные ваши идеи распишите Я это все начну делать И начнем сотрудничать Мне мужик пишет, что нужно лично встретиться, обсудить все лично Потому что я люблю лично познакомиться с теми, с кем работаю И я думаю, окей, это очень странно Но я в другом городе, то есть я не могу с вами лично встретиться Потому что это будет сложно Предложил все просто обсудить по телефону Если ему не нравится писать это все мне сообщениями Потому что смысл встречаться лично Ведь это, типа, можно спокойно все обсудить И будет проще запомнить, проще записать все по телефону Либо в сообщениях Но он хотел встретиться лично Я еще раз сказал, что я не смогу приехать Потому что это в другом городе Откуда у меня столько денег? Я что, мажорка, что ли? И этот мужик такой, типа, да, ничего страшного, забейте Мы вам купим билеты, типа, все будет ок Я говорю, что, ну, у меня нет смысла ехать Туда 4 часа, потом часа 4 обратно Я тупо потрачу весь свой день Просто, чтобы с вами поболтать Он такой, ну, мы тогда снимем тебе квартиру на один день Чтобы ты смог переночевать Говорю, окей, это было очень странно И я не понимал вообще смысла вот такого вот маневра Но я согласился И я не знаю зачем, потому что было слишком как-то муторно И я уже понимал, что ничего как бы особо не получится И это была какая-то странная затея Вот, но я решил согласиться И я в итоге согласился И говорю, что, окей, когда мне приезжать И вообще, как вы мне снимете квартиру? Он говорит, что выбирай любую квартиру, которую снимают по суткам И мы тебе просто дадим деньги И ты снимешь эту квартиру и заплатишь с наших денег Я говорю, окей На какую сумму? Он говорит, ну, на любую сумму Как хочешь квартиру, такую и снимай Я ему скидывал Он говорит, типа, это слишком дорого Ищи дешевле Я нашел дешевле квартиру Вот И в итоге я ему скинул Он говорит, типа, да, окей И в итоге я еще сам купил билеты на поезд Потому что тот мужик почему-то забыл Что он обещал купить мне еще и билеты и квартиру Но я решил уже не наглеть Думаю, ладно Все-таки уже куплю свои деньги Мало ли там супер сотрудничество Буду богатым Буду супер крутым Вот Но я сильно ошибался, конечно же Потом началась жесть с этой квартирой Потому что Я нашел квартиру Я позвонил туда Мне сказали, что я еще маленький Потому что мне тогда еще не было 18 И позвонила моя мама Она договорилась Сказала, что вот Типа, я арендую квартиру Но там буду жить не я А мой ребенок Потому что Вот Сдайте, короче, им квартиру Я разрешаю Потому что я знаю, что вы детям не сдаете Но вот сдайте Потому что там будут, типа, жить я Но на самом деле мой ребенок И, короче Вот такой вот незаконной схемой Супер, конечно, нарушитель закона Я снял квартиру И у меня приезжал поезд в 10 утра Я договорился, что в 10 утра мужик подъедет на вокзал Либо я к нему подъеду куда-то, заберу ключи И все, и типа квартира будет у меня Как бы я буду с ключами, и супер классно Когда я уже приехал в этот город Я звоню, типа, вот, здравствуйте, вы где? Я уже на вокзале, давайте мне ключи, мне нужна квартира Этот мужик говорит, что, ой, я сейчас занят, я на другом конце города Давай попозже с тобой спишемся, я тебе подвезу ключи Окей, я согласился Почему-то я не знаю, зачем я согласился Вот, но прошло уже пару часов Я ему звоню, говорю, типа, вот вы где, мне нужна квартира И мужик говорит, что, вот, я сейчас занят Вообще отстанет меня, потом позвони Я думаю, окей Вот, ну, если что, этот мужик не тот, который из компании, с которой я буду сотрудничать А просто мужик, который сдает квартиру И так как я квартиры никогда не снимал То я думал, что это нормально Хотя я потом понял, что это был абсолютно пипец И вообще такого не должно было быть И нужно было просто отказаться Вот, это был уже такой первый звоночек Что это будет не супер лучшее сотрудничество Потому что, как бы, не все складывалось хорошо Чтобы я туда приехал Вот, и не нужно, короче, было приезжать, походу, вообще И, в общем-то, прошло еще пару часов Я уже успел с тем мужиком из компании встретиться Мы поболтали минут пять, если даже не меньше Он у меня вообще ничего не спросил про это сотрудничество Он у меня просто спрашивал, как раскрутиться на Ютубе Потому что у меня был канал, где было 100 тысяч подписчиков Он у меня просто устроил какой-то допрос Про то, как раскрутиться на Ютубе Как стать популярным Как набрать подписчиков То есть, как будто бы мы разговаривали не про сотрудничество А просто он хотел узнать, как стать популярным на Ютубе Вот, я сказал, что я не буду отвечать на эти вопросы Как бы это не очень-то по теме Он такой, ну тогда ладно Мы тогда с тобой все обсудили Хотя мы ничего не обсудили Он ничего не сказал Он просто сказал, что вот тебе деньги на квартиру Я их тебе перевел на карточку А дальше начал меня спрашивать просто все про Ютуб Я думаю, окей, как это вообще связано Вот, но я почти ничего не отвечал на его вопросы Потому что это вообще не было связано И я понял, что он просто хотел узнать, как раскрутиться на Ютубе Хотя я это сам особо не очень понимаю Потому что все происходит абсолютно случайно Вот, и мы поболтали так меньше пяти минут Если, ну может минут пять это максимум И он такой, ну все, тогда пока И мы встретились в кальянной То есть, я захожу Этот мужик просто сидит, курит кальян И такой, типа, ох, да, иди сюда Садись, сейчас и обсудим наше сотрудничество И это, наверное, очень странно Встречаться в кальянной Чтобы обсуждать с детьми какое-то сотрудничество Потом, как выяснилось Этот мужик даже не работал в той компании Которая предлагала мне сотрудничество Он просто там, типа, с ними, как бы, просто дружит И они ему дают деньги А он должен как-то их продвигать, как он захочет То есть, он, типа, просто берет деньги И делает, что хочет с этими деньгами То есть, может потратить на рекламу Может просто их себе забрать Короче, просто то, что хочет, то и делает с деньгами Это, конечно, очень интересный должность в компании Не знаю, как это налогами облагается Но это не нам судить Кстати, если вам интересно про эту съемную квартиру Там была очень странная ситуация И если вам интересно, то напишите в комментарии Я сниму более подробный видос про эту съемную квартиру Очень классное путешествие Но сейчас я рассказываю про сотрудничество Так вот, мы это все обсудили Я понимаю, что мы ничего не обсудили Он говорит, все, пока можешь идти, я буду курить кальян Я говорю, окей, но мы же ничего не обсудили Он такой, а в смысле ничего? Мы же все обсудили Все же понятно, я говорю, типа Но более подробно обсудить персонажа, что мы будем делать Все сценарии, все это вот И на мой вопрос, чтобы более подробно все обсудить Он отвечает, что мы это обсудим потом В личных сообщениях, либо по телефону Я говорю, я же это с самого начала предлагал Зачем мне вообще нужно было ехать в другой город Морочить и вам, и себе мозги Чтобы потом вы сказали, что мы это обсудим В личных сообщениях И он сказал, что он просто хотел лично познакомиться А все обсуждать мы будем уже по телефону И в сообщениях И я тогда выпал в какой-то осадок Потому что мне стало стрёмно, что сейчас он меня будет выслеживать Я такой-то вообще маньяк-педофил Вот, но он в итоге меня не переслеживал Не переследовал Вот, но это была очень странная ситуация Я, если честно, не понял, зачем вообще нужно было лично встречаться Если мы в итоге ничего не обсудили Но он у меня очень сильно расспрашивал, как стать популярным на Ютубе И вообще, как там продвинуться, и как туда снимать видосы Думаю, что он просто хотел, под видом неформальной обстановки Узнать у меня, как стать популярным на Ютубе Потому что его нужно было продвинуть аккаунт своей жены на Ютубе Чё-то такое Но самое интересное, что перед самой поездкой он мне перевел некоторую сумму денег Ну там не особо большие деньги, но типа я не особо много и просил То есть как бы это было половина стоимости вообще того, что мы договаривались И плюс он мне скинул деньги за квартиру, но не скинул мне деньги за дорогу Но в принципе как бы этих денег мне хватило Вот, и я пишу ему, когда приехал уже домой, типа Добрый день, вы что вообще молчите? Потому что я когда уже вернулся домой, прошла там неделя даже больше И он мне вообще ни одного сообщения не написал То есть ему было вообще пофиг, что он отправил мне деньги И как бы мы должны были что-то делать Но как бы он мне вообще ничего не писал То есть было абсолютно пофиг на то, что он отправил мне деньги И я должен был что-то делать Потом спустя еще пару дней он мне что-то ответил Сказал, что вот да-да-да, добрый день, вечер в хату, приветик Давай вот будем это делать Сначала нужно придумать персонажа Давай вот фотка моей жены, рисуй по ней персонажа Я говорю, окей, но я же не могу рисовать прям реалистичный Я нарисую в своем стиле, вас устраивает То есть типа все окей, супер классно Он говорит, что да, мы видели ваш стиль Все классно, рисуй в своем стиле Я нарисовал Он сказал, что этот стиль не подходит Нарисуй что-нибудь в подобном стиле И скидывает мне какую-то фотку Прям такую ублюдскую Какие-то диснеевские принцессы Что-то такое мне скидывает Я говорю, но это не мой стиль Я так не умею рисовать Я так не буду рисовать Потому что вы видели, как я рисую И он извинился, сказал Да-да, прости, мы забыли, как ты рисуешь Поэтому нас устраивает твой стиль Рисуй как хочешь Я заметил что-то странное Я согласился, начал рисовать Я нарисовал кадры персонажа Я ему скинул Он говорит Да, сейчас я обслужу с женой Потому что это ее канал Как бы должно ей нравиться Вот, вообще изначально Это был канал этой компании Которая должна была с вами сотрудничать Но в итоге это оказался Канал его жены И в итоге я нарисовал Я пишу ему, типа Да, добрый вечер Че, как дела Че вообще, как по сотрудничеству Прошло еще пару дней Прошло пару недель Прошло пару месяцев Он мне вообще ничего не отвечал Я думаю, ну окей Не хотите, как хотите Деньги я уже получил Вы не хотите мне отвечать Поэтому пошли вы куда-нибудь подальше В итоге я деньги им не вернул Хотя они даже этого и не просили Потому что просто мне ничего не отвечали Даже сообщения не читали Я думаю, ну окей Как я понял Они просто даже не посмотрели Че я там делаю Я сказал, что я делаю анимации Они подумали О, анимация Это, наверное, как в рекламе Будет супер что-то крутое Но они даже не посмотрели Че я делаю И они думали, что там будет Что-то супер крутое Я сказал, очень маленькую цену И они подумали, что за такую цену я сделал им прямо что-то крутое для телека Но, как оказалось, я же не супер что-то крутое рисую То есть я им говорил, посмотрите мои видосы Я им это 10 раз писал Они говорили, да, мы все видели, все супер классно Вот, и я так понимаю, они просто в итоге поняли, что они забыли посмотреть мои видосы Им что-то не понравилось И они решили, что типа, все окей, больше не будем с ней сотрудничать И я особо не расстроился, потому что, ну как бы деньги я получил И я особо понял, что там очень какие-то капризные такие заказчики, можно так назвать И особо бы там ничего не получилось, даже если бы им понравилось Поэтому я не расстроился Понял, что у меня села колонка для компьютера Вот такое вот странное сотрудничество получилось Пишите, что вы думаете по этому поводу И вообще, почему меня стали игнорить И вообще, зачем нужно было со мной лично встречаться И также можете просто писать комментарии, что еще можно обсудить такое в формате спидпейнтов Это такой новый формат на моем канале И если вам понравилось, то поставьте лайк либо дизлайк И всем спасибо за просмотр, всем пока И вот такой вот рисунок у меня получился Субтитры сделал DimaTorzok